Добрые ранницы! Ваши вази информационный выпуск телерадио компании Гомель. У студии Натальи Хнатенко. В нашей краине означали самое масштабное национальное свято – День незалежности Республики Беларусь. У Гомеля оно началось с урочистых шесть, в делу, которым приняли больше, как 5000 человек. Под обязанности у Настаси Кучинской. Шесть у День незалежности – заусёды урочистая и яскравая падея. Многие гомельчане специально прочнулись ранее, как поспеть до его початку. Одны у якости глядачу, инши – як у дельники. Многие приходят семьями. День незалежности – это не только агульно-республиканское свято. Для многих оно мае особистые оттенни. Это яшедно махчимость узгадать семейную историю и отдать данину поваги людям, які принесли нам незалежность. Это моя мама. Она партизанка. Я чту её память и чту её усилия, которые направлены будут на освобождение нашей страны. Продставники областных и городских уладов, громадских организаций, працовных коллективов и молодь. Около не ты, яхтога нарыться сёня своей родимой и яей незалежностью. Идучих радостно патрымливают глядачы. А лишь головные люди у гэты день – ветераны Вялика и Чыны войны. Их сустракают особливо гучными овациями. Колонна тым часам накеровывается до братской маилы советских войн и подпольщиков. Тут подчас митингу яшедно узгадывают героичные и одночасово тяжкие и трагичные сторонки истории Гомельшины. У Вялика и Чыны войне наша краина и региону приватности понесли велизарные страты. И чем больший час отдаляет нас гэты и падеи, тым ярче и по устоянии сгасны подзих нашего народа, який у тяжких умовах отстоял свободу и незалежность нашей родимы. Одновил с руин и попелу городы и вёски, переадолил усиня годы и теперь упэлнена идея по шляху будовництва своей державности. Закрывая официйную участку святкования Дня незалежности у Гомеля, святочный концерт, организаторы заробили свое особливое детализованное деяние, которое иллюстровывает не только творчий потенциал Гомельшины, а и ее историю. Как только завершилась официйная частка мероприемства у Гомеля, Гомельшане одразу накировались на площадь скверы, до кропок выездного гандлю и концертных сляцовок. И вот тут у человеческого на толпе добро разумеет, что День незалежности – это еще и свято духовного яднания беларусов. Праздник идет, День независимости, как сказала моя дочка, День рождения нашей страны. У нас прекрасная, великолепная страна, светлая, добрая, отзывчина, ну одно слово – Беларусь. Мне праздник очень нравится, это праздник нашей страны, очень светлый, хороший, добрый. С праздником поздравляем! Настасия Кучинская, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель». С находы святкования Дня незалежности Республики Беларусь у «Гомелей» разгорнулася саправды цікавая и насыщенная культурно-массовая программа. Святочные мероприемства ладилися во всех кутках города, причему кожным з них у программы уымкнулися внести нечто оригинальное и неполторное. Абтым, як святковали День незалежности у областным центры – репортаж Вероники Ворошилиной. Гомельская область, яка в целом Беларусь зауседы славилась народными майстрами. Их это еще раз подтвердили. Выставы роменства, майстер-классы, оригинальные тематичные пляцовки, организованные с нагодой святкования Дня незалежности Республики Беларусь. Все лето, угод культуры, выставочная и концертно-забавляльная программа в городе над Сожем отрималась по особливому пригожей, масштабной и розноплановой. Выставы соломяных и ганчарных выработов уже ночью прогоживаний с натуральных каменев, шматлики, интерьерные, предметы с природных материалов. На выставе город Майстро у сквера имя Грамыка представлены переважно выработки белорусских дизайнеров и ромесников. Выконаны у техницы хендмейд, а попростей кажучи – уластными руками. По улице Лангии Белецкого было организовано свято День вышиванки, и оно включило ретроэкспозицию «Живусь ромёств» и «Продков». Обрядовые гульни, майстер-классы, выставы-презентацию товаров и послуг, Беларусь – это якость и стиль, демонстрацию моделев оденья, сучасных дизайнеров у национальной стилистыцы и шмат инших оригинальных тематичных пляцовок. Профессионалы на Гомишине сегодня есть во всех сферах. У народной творчести они сдаются могут всё – от выработок лодок по старожитных технологиях до ткацтва рушников с поясами. Вот этот пояс длинный, три метра, я могу сплести за один рабочий день, если меня ничто не отвлекает. Но я художественный руководитель, я не мастер. У меня танцевальный коллектив народного бытового танца. Я шью одежду полную, я вышиваю, я плету, я вяжу, я всё делаю. Мешты на свято День вышиванки можно было не только доведаться и убашить, как створаются обрадовые ляльки и тканы рушники с поясами, а не особисто принять удел у гэтым не простым, однако вельми займальным творчим процессе. Так как мы с Будокошлёвым приехали, так как восстанавливаем ткачество именно Будокошлёвского стиля, нам характерны геометрические фигуры. И если брать уже о Будокошлёвском стиле, это рушники, которые сшиваются друг с другом. В общем-то, сейчас девушка делает, можно сказать, упрощённый рушник, но так как здесь узкий сделан, то она фактически пояс плетёт. Святочная программа с нагодой святкования Дня незалежности Республики Беларусь ладилася переважно на открытых пляцовках города над Сожем, тем больше, что надворье спрыяла гэтому. К тому и настрой у людей был отповедным. Вероника Ворошилина, Дмитрий Радзянко, телерадоя компания «Гомель». Яркая и запоминальная культурно-массовая программа была организована не только у центральной части города. Выставы и спецтехники, исторические инсталляции, конкурсы прихожостей. Во всех районах «Гомеля» гораджане имели макшимость цикава провести час. На некольких пляцовках побывал Яуген Пабалавец. Святочная программа на пляцовце в Любинске микрорайоне почала свою работу в 17 годин. Гомельщанам препонуются разные выставы, рыцарский турнир, акцию «Малюнок на твары» и шмачагу іншого. Это соправданные рыцарские доспехи средневекция. Макет палатки походного лагеря, речи, мячи – все можно примерыть и отшуть себе рыцарам. По курсу европейским, а лепрозгод автор обецает зарабить таки же славянский набор. Здесь представлены вот эти маленькие рыцари. Это Италия, Германия 15 века. То есть не совсем наш регион, но мы еще пока стремимся к тому, чтобы сделать такую куколку. Она тяжела в производстве довольно-таки. С пятых один вечер алладится святочная пляцовка и в микрорайоне Костюковка областного центра. Тут проводят викторы на разностайные выставы. Фишкой дня станет проведение акции «Размалюй мой автомобиль». Кожный жадает, что мог без наступств для себе размалевать фарбами соправдный автомобиль. На площадь таких было с десяток. Писали, как правило, патриотичные лозунги и пожадание счастья. Сопроводжалось их это действие жартами и селфи. Евген Побловец, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Повиншовать Гомельчан с Днем Незалежности у города над Сожем приехала вядомая спевачка Ани Лорак. Ее концерт отбылся на центральном стадионе. За яскравым шоу назирал Александр Лупиненко. На трибунах стадиона «Центральная» мальняма свободных мест, цао на концертной пряцу цивилизарная колькасть технических обсталяваний и складанных декораций. Миновито с таким багажом гастролюе популярная сучасная спевачка Ани Лорак. Таго ж потребует и ее шоу «Каролина», якою уже поспели оценить прихильники спевачки и крытоки во всей Европе. У День Незалежности невероятное яскравое шоу побачили и у Гомеля. История, рассказывая об подорожах Ани Лорак, обея житевым шляху, де были взлеты и падения, а лиза усёды перемогала каханья, кое присутничая у кожной песни артистки. Миновито таким сюжетом починается велизарное шоу ведомой спевачки Ани Лорак. У День Незалежности Беларуси зорка дала один и концерт у Гомеля. Увесь концерт супроводжауся живым гуком, что, дарыча, не перешкодила Ани Лорак танцевать Негор за Бейонсе и демонстровать акробатышные труки. Кожный номер супроводжауся хореографичным выступлением и яскравым видеосупроводжением. Глядачи побачили множество спецэффектов, цирковые номары, шоковные костюмы и декорации, а так само выступления артистов балета. Дарыча от пресс-конференции за обмежеванность часу артистка отмовилась, а лез за довольнением шмат размовляла с глядачами и ваншовала со сцены. Привет, мои любимые! Прежде всего хочу сказать слова благодарности каждому из вас, что сегодня вы пришли на этот замечательный концерт, которого мы так ждали, так ждали встречи с вами. С праздником! Все, что будет происходить сегодня на этой сцене, будет с огромной любовью. И только для вас! Подчас концерта Аня Лорак выканала свои лепшие песни и презентовала неколький премьер. Наприконцы пообицаала вернуться до гамельчаны знов с новым музычным спектаклем. Александр Лупиненко и Оген Макен, котель радиокомпания «Гомель». Так святковали День незалежности у областным центры, а лишь наши корреспонденты так само сочили за разведцем падей у регионах. Про то, и как проходила свято у Добруши, расскажет Анна Ковалева. Литерально тут, где мы сейчас находимся, уже в дню 41-го проходили оборонные бои за Добруш. Про шмат годов на этом историческом месте те первые поколения Добрушан узвели мемориальный комплекс. Именно тут они и с устрелями День незалежности. Памятная церемония собрала ветеранов Великой Айшиной войны, представников УЛАД и прационных коллективов и замежных делегаций из России, Украины и Китая. Все разом до мемориального комплекса памяти они усклали к ветке и ушиновали загинувших хвилины молчания. Давайте все минуту помолчим. В 2005 году, вот я пришла в апреле месяц и возглавила этот район. У меня на столе лежал только макет этого памятника. Поэтому строили его мы всем миром. Открывали 9 мая 2005 года и за это время сюда занесено, добавлено еще десятка, два, три фамилии. Зараз мурмуровые плиты заховывают имены прикладной 900 вызволителя. Ударычася родгерою Советского Союза в часу Великой Айшиной войны восемь человек были выходцами с Добружской земли. Большая разница. Мы когда с фронта пришли, я лично пришел с фронта, здесь же все побито было. А потом стали уже направляться, работать. Сейчас уже поглядишь направо и налево, красиво глядеть, понимаешь, на людей, на обстановку, на жизнь. Ну, это большая разница. Переконацию этим наглядно можно было на выставе, якая протягнула программу. Экспозиция под названием «Проспект незалежности» разместилась на одной из центральных улиц районного центра. Тут представили все, что досягнул Добружский район за годы незалежности. Промысловость, сельская господарка, культура, спорт, адукация, адлюстрование, знайшли все сферы деятельности. Свои стенды представили калет 30 экспонентов. Дарыча особливую текавость до выставы проявили представники замежных делегаций, якие тут же отзначили для себе перспективное накерунки супрацовництва с Добружским районом. Больше бумажное производство, тем более у вас будет сложный комбинат, это будет ассортимент большой продукции. И я думаю, мы как-то все-таки сотрудничество в экономическом отношении наведем. С рабочими визитами обмениваемся опытом. Это то, что сегодня надо. Приятно видеть хлебозавод ваш работает. Да и в целом мы ехали, поля смотрели, у вас достаточно высокие урожаи, животноводство активно развивается. Поэтому молодцы белорусы, спасибо, с праздником, добра вам, здоровья и храни вас, Господь. Одным из самых ведовищных мероприемств у День незалежности тут стало шоу «Лесоруба» под названием «Железная гульня». Прямо на воршах у прохожих маэстры бензопилстворали драуляные скульптуры и споборничали в профессийных сдольностях. Не меньше ярким ведовищем стали показальные выступления спортсменов-парашютистов Центра авиационно-техничных видов спорта и творчести города Гомеля. Два парашютиста с вялизными белорусскими стягами спустились прямо на центральную площадку Добруша. Раньше в Добруше проходили показательные выступления спортсменов Гомельского аэроклуба. Но именно для меня это первый опыт на этой площадке. Сейчас эмоции просто переполняют меня. Выразить их у меня просто не хватает слов. Пожелать процветания независимости нашей стране, чтобы у нас все хорошо было. Музычным же сопровожением Дня незалежности у Добруши стал концерт белорусского державных ансамбля «Песняры», який выканул легендарные композиции, начиная от Беловежской пущи, заканчивающей Лявонихой. До речи справедливо будет отзначить, что у всех это свято жахары Добрушского района рахтовали все разом. Двума ты днями ранее районная организация Беларуси пропоновала провести субботник. Райвыканкам идею подтримал, и уже 18 червня местовые жахары вышли на огульно-районный субботник. Собранные сродки были накерованы на финансование расходов, связанных с проведением Дня незалежности. А суместная праца озробила город еще больше чистым и прихожим. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, отеля Раду, компания Гомель, с Добруша. Вот так весело и масштабно отзначили День незалежности на Гомельщине. По традиции, яскравой финальной кропкой святкование стала акция «Спяем гимн разом». На пляцу целя лядового палаца у Гомеля керавники в области города, активисты громадских организаций, шматлики, городжане и гости областного центра. Такая массовость не выпадковая. День незалежности объеднувая у всех, хто шануе славную историю своей айчыны, веры цюе годная будучая. Гэтая свята у высаблении героизму, стойкости, можности и величи духа нашего народа. Символ едности, добробыту и розквиту белорусской державы. После массового выканания державного гимна небо над Гомелем афарбовали салюты и фейерверки. Малявничное пиротехничное шоу протягивалося каля десяти хвилин. Выглядели информационный выпуск телерадиокампании Гомель. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жидаем вам доброго дня. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин